Тут не глубоко, а там глубоко, туда нам не место. Здесь вода настолько солёная, что её приравнивают к Мёртвому морю. Очень сильно солнце просто жжёт. Это красиво! Всё, ребят, пикник закончился. Ой, какие у тебя чё-чё-чё, какая ты стиляга! Трамплин это такая штука, откуда люди просто прыгают в воду. Кушать, кушать! Кушать хотим. Обстановка по кайфу. Я читала, что здесь из дна надо доставать грязь и мазаться. Ребятушки, всем добрый день! Вы на канале Сири Конят Фэмили. С вами я, Танюшка, и мой муж Акоп. И у меня новые очки. И мечты сбываются. Муж привёз меня купаться. Я очень хотела купаться. Сейчас я вам покажу вообще, что здесь происходит. Да, забыла сказать. Мы приехали на солёное озеро в Ереване. Друзья, я предполагала, что это будет, ну, там, 10, может быть, машин. Посмотрите, вообще, сколько тут этого озера. Просто маленькое, маленькое озеро. Да, красивое такое цвет. Там сделали, видишь, там сделали типа ступеньки. Лесеньки, да, ступеньки. Что-то какие-то маленькие, мини-удобки есть, но народу очень много. Да, лавочки, я вижу, есть. Но народа, да, действительно очень много. Я правда не ожидала, что такое может быть. А мы специально приехали попозже, чтобы народу поменьше было. Да, мы приехали в понедельник, вторую половину дня. И думали, что будет, ну, там типа пару человек. Ладно, что, попробуем. Так, малышка, мне сказали, вот тут камушки. Можно сидеть. Вот, видите, люди даже пьют кофе, себя отдыхают. Да, тут, короче, можно сидеть на камушках. Тут не глубоко, а там глубоко. Туда нам не место. А еще я вижу, тут есть, где переодеваться, место за синей ширмой. Камуши, горы, все красиво. И все. Давай, залезаю я, а потом ты. Итак, первый пошел. Тепло? Нормально. Нормально? Да. Все, я, считай, стою в воде. Говорит, я, считай, стою в воде. Давай, пробуй. Что пробуй? Выснуть? Нет, прыгать с ней. Просто присесть, намочиться. Ну, это нормально. Ты-то уже все, накупался, да? Все, показывай дяде. Смотрите, он просто лежит на воде, и он лежит. А. 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 Смотри, короче, там можно лежать и спокойно лежишь, ты не тонешь. Знаю, я прочитала. Я хотела, чтобы ты легкий, ты сам почувствовала. Все, пойду я тогда туда посмотрю. Да, иди попробуй. В общем, ребят, вода настолько соленая. Сейчас мужчина хочет помочь мужу. Боится. Довольный, довольный такой. В общем, я, естественно, прочитала перед тем, как сюда приехать. Здесь вода настолько соленая, что ее приравнивают к Мертвому морю. И она прям держит. То есть, понимаете, здесь утонуть невозможно. Я хотела, чтобы я копчик попробовал, лег и сказал свои ощущения. Я знала, что... Слушай, давай. Первый, вода реально очень соленая. Ага. Я чуть-чуть губы намочил, и губы просто вот чувствую, как соль щипет. Щипет, да? Щипет. Главное, чтобы глаза не намочить мне. Да. Тебе тоже. И все остальное, можно проходить в воду. Хорошо, да. Войдет? Да. Вообще, водичка тебе понравилась? Ну, прикольно, да. Что мне делать? Давай, заходи. Ну, ты не тонул? Расскажи свои впечатления. Ну, у меня... Она держит тебя? Честно скажу, держит, но в любом случае у меня еще вот... Страх есть, да? Страх не отпускает, да. То есть, паника у меня еще присутствует. Ага. Я не могу так расслабонить, типа, все, я поплыву. Ага, ага. Но все равно страх есть. А я думала, ты здесь прям поплывешь. Не, не, не. Вот оттуда, да, отсюда могу поплыть. От этого мужчины сюда, да? Короче, расстояние бассейна, как обычно. Ладно, милый, все. Да, видишь, какие малыши тут? Вообще прям малыши-малыши. Все. Короче, друзья, не знаю, кому как, но я особо не любитель поплавать. Иногда мне это нравится, но... Не знаю, сегодня, наверное, не то место и не то... Не то обстановка. Вот это все я не люблю. Смотрите, как гугай солью и щетина солью покрылась. Кому как. Ну все, Танюшка тоже зашла в воду. Нравится? Хорошо. Давай, плыви. Народ выздоравливает. Там дети просто себе наслаждаются днем. Вообще кайф. А я уже вышел, чуть-чуть высох. На мне полностью соль. Это, конечно, что-то новое. Причем я хочу идти ногами, а их поднимает. Ты еще и в тапках. Лучше тапки снять. Нет. Нет? Хорошо. Итак, друзья, мы поменялись. Теперь их тендер второй пошел. Что говори? В общем, общаюсь тут с людьми, и все в один голос говорят, что водичка действительно лечебная. От суставов, руки, ноги, что у кого болит, все проходит. Поэтому, я думаю, не зря вот это вот количество людей. И то уже пять часов вечера. Будь здоров. В общем, людей много. Все кайфуют. Место супер приятное. Что, в глаза попало? Нет? Здравствуйте, вас как зовут? Кристина. Кристина, очень приятно. Кристина здесь уже шестой день отдыхает. Уже местная. Кристина, расскажите, а где эта грязь здесь? Вот так. Это просто туда пройти, что там еще одно озеро. И что, им мазаться, да? Ну, воняет, да, вы говорили? Да. Воняет, но если лечит, то можно и помазаться, правда? Ладно, спасибо вам большое. Муженечек мой там себе. А по поводу того, что там есть еще место, ты знаешь, да, или нет еще? Да, вот только что мне девушка рассказала. Пойдем пройдемся, или хочешь что-то идти? Нет, пойдем проверим, конечно. Давай, пойдем. По-братски давай. Итак, дорогие, обстановка по кайфу. Идем на разведку, искать какую-то супер лечебную глину. С той стороны там сказали, еще сильнее лечит вода. Не глина, там вода. Там грязь, там мазаться грязями. Сейчас космос, мы сказали, там запаха больше. Да, если сможем, сейчас обмажемся. Нет. Вот оно какое, друзья, вода прям черная. Вода так же. Просто тут сказали запаха. Сейчас спустимся поближе, посмотрим. Да, все правильно. Вода, но на дне такая грязь, глина, которой надо натирать суставы, и оно лечит. А можно просто в воде сидеть? Будешь заходить? Да, буду, конечно. Короче, я точно не зайду в эту воду. Сейчас посмотрим, что там. Танюшка зайдет. А там еще есть очень холодная вода, где люди моются. Да, пресная вода. Так что, да, запах слышу, запах грязи. Да, запах грязи есть. Да. Ну что, что хочешь сказать? А я теперь оздоровилась. Все поднимает воздух. Вообще так невозможно просто держаться. В общем, я хотела сказать, я теперь оздоровилась. Со всех сторон. Вода реально черная. И сейчас, и вода прям черная-черная, да, это правда. Вода черная и здесь еще больше поднимает. То есть тут уровень соли, я не знаю, сколько раз больше. Ты будешь там оставаться или выходишь? Да, я еще посижу. Давай. Хочу тебе сказать, что прям тело щипет, понял? Да. А соль щипет, знаешь, когда... Да, я понимаю. В общем, такая обстановочка. Щипетельная. Щипетельная. Я читала, что здесь из дна надо доставать грязь и мазаться. Но так как я пробую, там все камни. Я не знаю, где эта грязь. Чур. Мне так запах не нравится. Запах неприятнейший, да, я знала. Я не знаю, как Танюшке там, но я тут сижу, вот. Я чуть-чуть другого формата человек, наверное. Друзья, я хочу показать, смотрите, как соль повыедала. Да, да, как красиво, как будто бы в пещере. Вот где близко к воде вот такое вот произошло. Такая красота. Да? Это лучше? Я не знаю. Да. Все, я вижу, тебе воняет. Друзья, я поняла, это не разъедает соль, это просто слой соли. Покажи ближе, вот даже здесь видно. Если его вот так все колупнуть, то это слой соли. Это обычные камни, просто покрытые солью. Да, 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 да. Таким вот. За очки тоже уже в соли, все. У тебя весь рот вот так с солью излечается. Рот? Да. Посмотрю. Дай покажи. Да? Красивый рот. Я чуть-чуть просто водичку попью случайно. Пойдем к пресной водичке. Ты сейчас будешь купаться? Нет, я хочу еще в соленую. Давай в соленую, в конце пойдем там покажем, покупаемся и выйдем. Да, и к тому же там очередь большая, я уже видела. Ребят, вот мы сверху, чтобы вы понимали размер этого чудо природы. А это реально чудо природы, чтобы ты знал. Помнишь, когда ты меня в прошлом году первый раз привез в Армению, я тебе говорила, есть море, я чувствую запах моря в Ереване. Он с меня смеялся и говорил, нету, а это море, это настоящая соленая вода, еще солонее, чем в море. Так что твоя жена все сразу знала, еще ты даже не знала, я знала. Кстати, ты давно знаешь об этом озере? Я вообще не знала, что такое есть в Ереване, я первый раз в жизни сегодня, наверное. На днях узнали, а сегодня приехали. Ну, я тебе хочу сказать, что я у многих начала спрашивать знакомых, и все в один голос говорили, есть, есть, да, мы знаем, есть это озеро. И руки... В общем, друзья, я не договорила, и я спрашивала всех своих знакомых... Спрашиваю. Хватит! Всех своих знакомых из Еревана. Очень многие об этом месте знают. Просто почему-то не знаю, они любят купаться или что. Мы выросли в воде, вот наше детство все прошло в речках, в озерах. Не надо мне тут смеяться. Я не такой, я другого варианта человека, не понимаешь? Люди бывают же разные. Это не значит, что какая-то вода есть, кто-то должен в этом идти. Дядечки себе кайфуют, там радуются. Смеются. Садлава, да. Молодцы. Спасибо. Супер вода. Соленое озеро Армении. Да, 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 супер. Соленое озеро Армении, говорят. Давай, плыви. Покажи, как ты можешь. Ихтяндер. Даже те, кто не умеют плавать, стараются. И у них получается. Но я наблюдаю, у многих очень красные глаза. Осторожно, глаза не мочи. А тут веселье. Сделялось. Как-то беседует ты. Все, делаем заплыть. Короче, пошел еще один. Тут даже вот так прыгать, только опасно. Это очень сильно раздражает глаза. Очень вода реально солевая. Вот смотрите на меня. Просто вот соль. Черные ноги мои. Солевые уже. Знаете, как соль просто. Руки. Друзья, солнце чуть пропало. Вот тучи появились. Появились и мне вот стало реально кайфово. А то очень сильно солнце просто сжет. А так сейчас реально кайфово. Ну, свежо. Смотрю, что ты показываешь. Ты вот так попробовал? Попробовал. Да. Что этот рисунок означает? И вот такие рисунки по всему озеру очень много. Что они могут означать? Как вы думаете? Вот первый. Вот второй. А вот и Танюшка. Где она? Просто себя кайфует, наслаждается. А это что за птица? Короче, друзья, мы вышли из воды. Идем сейчас в пресной воде. Танюшка поснимает, а я попробую. Говорят, там вода ледяная просто. Вот как горная река течет, вот такая там вода. Сейчас попробую, я вам скажу. Вот смотрите, дядя, кстати, обмазал. Обмазался грязью и сидит. И я многих видел тут, что плани вот так ноги. Здесь грязь все-таки есть. Да есть, просто... Есть, есть. Все есть. Все есть. Пошли. Так, дорогу показываю. Это вот как-то так. Очереди не так много. Но есть. Сорно? Сорно. Окей. Очень холодная вода, говорят. Ребятки, а там как водопадик прям. Ну, видно, что из трубы, но реально как такой водопадик. Слушайте, природа прям позаботилась в этом месте вообще обо всем. Есть черная вода, оздоровительная. Вторая соленая. И даже тебе пресная питьевая вода. Вон люди набирают канистры, чтобы вы понимали. И даже можно это пить. Не-не, вода не питьевая. Не питьевая? Не, вода не питьевая. А я увидела, что мужчина в канистру набрал. Да, он набирал просто, надо в машину вывезти. Ага. Это не питьевая вода. Это тебе кто-то сказал? Ну, сейчас-то. А, ребята. Ага. Все, поняла. Ну, что, давай. Давай. Ой, так красиво. Ну, что? Ну, жить можно. Но холодно, да? Да, не сильно холодная, можно. Ну, как обычно холодная вода. Ага. Ладно, молодец. Ого. Смотри, у меня, видишь, связь с космосом какая-то? Это не космос, это связь со мной. Чтобы я тебя не потерял. Ладно, ну что, расскажи впечатление о холодном душе. Холодный душ просто, я каждый день принимаю, для меня ничего такого сверхъестественного. У тебя терпимо, я бы не зашла туда. Ну, просто напор большой, и если прям стоишь под струей, тебе просто сильно бьет, ты даже не ощущаешь вот этот холод. Ага. Ну, это значит... Чёрная? Да, сюда не зайду. Туда я зашёл, прям преодолелся, да, зашёл. А вот это мне вообще-то кайф угодно. Вообще, вы не пальчики, боже мой. Мы всё детство прокупались, и нам вообще было хоть в болоте. Мы лезли в воду, лишь бы вода. И так нам было хорошо. Лезь в болот. Давай. Вот, вот то, что я говорил, друзья, видите, вот эти рисунки. Их очень много по всему озеру. Вон ещё один. Да, если вы знаете что-то, что это значит, вот эти рисунки, можете, пожалуйста, нам написать в комментариях? Пожалуйста. Многие не хотят на кадр идти, но говорят, что об этом месте знают все. Вот сейчас мы с ребятами разговаривали, которые прошли, кстати. Они говорят, они первый раз тут, и им об этом месте сказал таксист просто. Короче, место реально в Армении популярное, но никто не ходит. Да, ходят, но уже, получается, многие ходят. Вообще, я хочу сказать, как и взрослые люди, старички. Я так думаю, они больше верят в эту целебную воду. Давай чуть-чуть доедем по-братски. Ну и не только старички, очень много молоднячка. В общем, какой хочешь, разный контингент. Люди сюда приезжают и прям пикнички устраивают. Здесь кушают, пьют водичку. Чуть-чуть кушают, я бы не сказал, что там шашлыки. В общем-то, я взяла тоже абрикоски, и мы тоже можем устроить пикник. Да, я позаботилась, как обычно. Когда ты берешь абрикоски, это не пикник пикник стоит, это просто перекус. Пикник! Пикник это, когда ты достал шашлык, огонь. Нет, то уже на шашлыки называется. Майовка можно назвать. А пикник это... Давай где-то присядем. И смейся, а чем не пикник? Абрикоски. Это не пикник, солнце. Пикник. Если есть перекус, все, это уже пикник, значит. Если я так говорю, значит так и есть. Флаг так разрывается, прикольно. Да, очень красиво. Ой, а там что? Слушай, я только увидела отсюда. Там будка что-то продают. Ага. Потому что, когда я, друзья, читала, я прочитала, что это единственный такой бесплатный, ну, пляж, можно сказать, водоем, в общем, где можно покупаться, отдохнуть и ни за что, нигде не надо платить. И сказали, что здесь вообще нет никакого благоустройства. Но я вам хочу сказать, что оно есть, потому что скамейки есть, да, урны есть, причем практически все пустые. Так, есть. Так, есть. И будка, где продают. И будка есть. Да, оттуда, наверное, какие-то перекусы есть. Единственное, что очень бы хотелось, чтобы все люди за собой убирали. Вроде как чистенько, поэтому мы всех благодарим. Все, ребят, пикник закончился. Косточки все собрали. Муж смеется, говорит, что это не пикник, но мы-то знаем, что это пикник. Меня не обманешь, да? Да. Вообще, я тебе предлагаю пройтись в эту будку, посмотреть, что там продается. Что скажешь? Вообще не хочу. Начинается. Начинался. Ребята, негаданно, нежданно, параллельно с солнышком начался дождик. Капельки пошли такие сильные-сильные, но, наверное, он сейчас, да, и закончился уже. Нет, есть еще. Я не на пол смотрю там. Ну, чуть-чуть, да, покапало. Люди зашевелились все. Все-таки прибежали в этот гаражик, потому что здесь можно поставить под навесом. Потому что дождь все-таки пошел. Надо спрятаться от дождя. Да. Видите, дождик такой хороший пустился. Сейчас, наверное, прибегут сюда все. Да нет, никто не придет. Позакончится буквально 3-4 минуты. Да. Друзья, опять эти рисунки. Их очень много на камушках, видите? И нам. Да, вон, короче, очень много их. Даже камушки, да, приклеили. Да, прям приклеили камушки. Да, интересно, что это означает. Это что-то значит. Не знаю, не знаю. Солнце вышло еще разочек опять. Дождик закончился. Давай сделаем крут. Может, Танюшка еще захочет покупаться. Да. Время 6 часов. Уже, смотрите, народ потихонечку расходится. Но, так как солнце появилось, надумали люди. Ой, какие у тебя, че, че, какая ты стиляга. А не могу. Просто стиль на стиле. Все. Все так ладно. Так, Танюшка-малышка, какие выводы ты можешь сделать? Я могу сделать такие выводы. Такие? Это нормальные выводы. В общем, я готова сюда приезжать хоть классный день. Водичка классная, место приятное. Меня не смущает то, что здесь очень много людей. Мне это лично не мешает. Я бы туда залезла, сидела бы там и болтыхалась. Она говорит, потому что я говорю, мне нет, мне не особо нравится. Ну, в общем. В общем, я бы там сидела долго. Мне было хорошо, чудесно и прекрасно. Так что спасибо всем. Одобряю. Одобряю это место. Да, спасибо, кто нам рассказал об этом. Рассказали многие. Нам понравилось. В Армении море есть. Подтверждаю. Озеро классное. Все хорошее. В общем, друзья, сейчас очередного человека встретили, который не захотел на камеру сказать ничего. Но я сейчас повторю то, что он сказал. Человек взрослый, лет 70, как минимум. Вот сейчас он плавает в воде. Смотрите. В белой кепке. Мы просто увидели, как он ходит и собирает мусор. Да, он ходит и убирает. Я говорю, извините, вы убираете, потому что вы так хотите? Или кто-то там вам сказал, типа, это ваша работа. Он говорит, да нет, это мое желание. Я через день хожу, убираю тут, потому что никто за собой не убирает. И он еще обращение правительству написал. Тут поставили вот эти скамеечки, мусорные баки поставили. То есть тут ничего не было, дорогу. Тут еще не было. Дорогу еще тут сделали. Что еще? Ну все, вот это все тут облагородили благодаря тому, что он... Облагородили благодаря этому человеку. И он молодец. Он говорит. Я говорила, что здесь более-менее чистенько. Вон, покажи бутылки. Здесь сидели три мужчины. Я еще обратила внимание. Думаю, заберут они эти бутылки или нет? Просто их уже нет. Просто не убирают за собой. Вот можно просто взять и положить мусорку. Урны есть. Если бы не было куда, ладно уже. Можно понять. И то собираться с собой в пакетик и увозиться. Как привозится, так и увозится. Нормальные люди так поступают. Но, к сожалению, печалька. Люди, призываем вас. Пожалуйста, убирайте за собой мусор. Где бы вы ни были. Не дает мне ничего говорить. Просто. Все, давай. Я уже забыл, что я хотел сказать. Три раза сказал, кстати, и забыл уже. Я хотел сказать, жена, я тебя ревню. Это все знают. Короче, еще дядечка сказал, что где-то там был трамплин. Трамплин это такая штука, откуда люди просто прыгают в воду. Ну, возвышенность так называемая. Но был несчастный случай. И кто-то там сломал ногу, то ли руку. И после этого трамплин убрали. Ну, я считаю, это правильно. Тут трамплина не место. Это больше никакого охраны, никакого спасателя. И опасность все-таки присутствует. Дно такое каменистое, какие-то крыжки. Ну, вот видишь, оттуда вот прыгают все равно. Ну, прыгали, да-да-да. Ну, это неправильно. Пока голову не сломали, прыгают. Да. Моя красоточка там кайфует, наслаждается по-нашему, по-нашему. Вот ты какая красивая. Да-да-да-да-да, мы тебя слышим. Да. Анечка, что ты скажешь? Ты во сколько уже в водичке побывала? Сколько хотела, столько побывала. Да? Купалась хорошо, да. Молодец. Все, ты рада? Я рада. Отлично. Ты так хотела купашки и получила. Молодец. Друзья, смотрите шорты, какие солевые стали. Вот такой эффект. Сейчас Анечка тоже будет солевая? Да. Все. Друзья, еще очень хотела показать вам. Вот там сис и есть маленький мосис, но они накрыты тучками, поэтому не видно. Если мы приедем сюда еще раз, обязательно покажем. На этой прекрасной нотке мы благодарим этому месту за хорошо проведенное время, за лечение нашего организма, за хорошее настроение, за общение с людьми. Спасибо большое, вы были на канале Сириканян Фэмили. Подписывайтесь, комментируем, лайкаем, нажимаем на колокольчик, обязательно. Всем спасибо за просмотр, всего доброго. Друзья, под вечер, если вы на такси, кстати, приезжайте, под вечер тариф такой нормальненький. И машину ждать придется где-то минут 10. Сегодня нет машины. Да. Ну мы не торопимся. Мы подождем. Торопимся, хотим домой помыться. Кушать, кушать. Кушать хотим. Спасибо.